Всем добрый день! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Урукодели. Сегодня, дорогие мои, я хочу вас пригласить в новую игру, в новый совместный проект. Конечно же, речь сегодня пойдет о рандомном вязании. Эта тема далеко не первая, но хочу сказать, что я подглядела эту тему и давно смотрю канал Ольги Хобби Арт. Это про вышивку. И она там в течение года, по-моему, ведет игру как раз-таки про кубики. У нее игра, по-моему, называется «Вышить все», а у меня будет называться игра «Кубики решают все». Я вам здесь напишу хэштег и объясню немножко правила игры. Значит, правила игры таковы, что мы будем бросать кости. При всем при этом, я буду бросать живые кости, то есть это кубики. Я им больше доверяю, хотя есть возможность, если вы не можете найти кубики у себя нигде. Мне кажется, у меня в какой-то игре они были, но можно еще посмотреть эти кубики в газетных киосках. Вот. И я буду бросать живые кубики, я им больше доверяю. Процессы буду менять, то есть кубики буду менять каждую неделю. Один будет отвечать за процесс, другой за количество часов. Вот. Для чего нужен хэштег? Хэштег нужен для тех, кто также собирается из блогеров иногда играть в эту игру. Кубики решают все. И чтобы мои зрители, тем, кому очень понравилось, да, посмотрев мой видеоролик, захотели продлить себе удовольствие и посмотреть еще и ваш видеоролик. Только для этого. Участниками могут быть все. То есть как простые зрители, которые не ведут свои блоги, блоги в Инстаграм, и также блогеры. Неважно абсолютно. Главная суть в том, что мы с вами берем в работу 6 процессов. Какие это будут процессы, определять только вам. Любые ваши увлечения могут участвовать. Один, значит, кубик будет определять номер процесса, второй кубик будет определять количество часов, как я уже сказала. Но я здесь ввела себе небольшую ремарочку. Почему? Потому что когда, как показал опыт, я уже такого рода видеоролики снимала, по-моему, трижды. И как показал опыт, когда выпадает 6 часов, это очень много. И порой, мне кажется, будут такие недели, когда я просто не смогу уделить больше 6 часов своему рукоделию, своему хобби, увлечениям, любым. Все, что я выберу себе, в шестерку лидеров, я не смогу уделить. Или смогу только 6 часов на протяжении всей недели. И это будет не совсем интересно, бросив кубик один раз. Поэтому я решила, что если у меня будет выпадать шестерка в количестве часов, это будет означать 3,5 часа. А если пятерка, то 2,5 часа. И таким образом у меня на кубиках самое большое количество часов будет 4 часа моего увлечения. Поэтому как-то так. Каким образом я отслеживаю время, иногда я ставлю таймер, а иногда, когда я знаю, что у меня по 15 минут свободного времени, а иногда я просто включаю какой-нибудь интересный видеоролик, фильм и ориентируюсь на количество времени. Плюс 5-10 минут я уделяю на рекламу, если я ее просматриваю. Вот. Таким образом я ориентируюсь. Плюс-минус несколько минут, 10, я думаю, что особой роли, но не сыграет. Вот. Значит, про правила. Правила, значит, 6 процессов. Ставим хэштег, если хотите, чтобы вас нашли. Мои часы, если вас интересуют, и если вам понравился такой расклад, можете тоже применять. Можете полноценно 6 часов уделять вашему рукоделию, если у вас есть достаточное количество времени, да, свободного. Вот. Дальше. И еще одним правилом, наверное, таким бонусным для тех, кому это интересно, это не обязательно будет то, что каждый раз, когда вы будете включать мой видеоролик, первый выпавший тандем, то есть процесс и количество часов, вы берете мое. То есть это задание будет от меня. Каждый первый, то есть как только вы садитесь, смотреть видеоролик, у вас уже есть задание на следующую неделю. Можете прям сразу приступать, если, например, вы начинаете именно с того момента, да, и параллельно смотреть видеоролик, ориентироваться на длину этого видеоролика. Ну, к примеру. Вот. И это последнее правило. Больше правил нет. Итак, теперь, наверное, приступим. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, обсудим, может быть, что-то еще дополним. Но я думаю, чем проще, тем лучше, да. Игра называется «Кубики решают все». Как называть части выхода этой игры остается за вами. То есть я, может быть, буду называть части 1, части 2, части 3. А может быть, ну, посмотрим. Как-то мы с вами должны сориентироваться, да, по времени, когда... Ну, по выходу видеоролика можно также сориентироваться. Если вы пропустили, например, несколько недель, тоже ничего страшного. Поэтому берете последний видеоролик, который вы видите у меня на канале, и берете оттуда первое задание. Вот такая вот игра. Если вам интересно, присоединяйтесь. Будем вязать, будем играть и будем развлекать наших зрителей. Так, зрители же тоже можете присоединяться. Это очень, на самом деле, увлекательное вязание. Ну, и вообще времяпрепровождение. Так, давайте сориентируемся, что же я беру с собой в работу. Под первым номером я по-прежнему... Я оставила все тот же самый список, просто сделаю новую табличку красивую. Наверное, от руки, потому что принтера у меня нет. Вернее, он есть, не заправлен. Так, первый процесс это будет свитер мужу. Это будет первый процесс. Вот на такой стадии он пока находится. Но стадия даже не важна. Здесь я всегда буду отмечать маркером и показывать продвижение. Количество часов, думаю, тоже интересно. Это своеобразный влог, продвижение. Но они... Выбор этих продвижений делает за меня рандом. Так, это первый процесс. Кокетка. По-прежнему мне не отвязана. Она будет идти вторым процессом. Если вы впервые заглянули на мой канал, я ее вяжу с жаккартом. В технике жаккард я ее покажу, если она выпадет. Каждый из процессов поподробнее я буду показывать, как только они будут выпадать. Дальше, третий процесс у меня вышивка. Вышивка на данный момент, на сегодняшний день, это вот такой вот набор. Вот такой вот набор. Сделать своими руками. И здесь у меня уже есть третий элемент. Мне не хватает, на самом деле, только вот этого элемента и оформления бэкстича по контуру. Вот. Тут осталось работы не так много, на самом деле. Ну, одна четвертая часть, условно, скажем, да. Ну, правда, бэка здесь много. Но благо, бэкстич на всех остальных элементах я выполняла по ходу работы. Вот. Это будет у нас идти под номером три. У меня наборов вышивки много, поэтому как только закончится один набор, я буду брать в работу другой. Аналогично, как только я завершу круглую кокетку, я буду брать какой-то другой процесс, совершенно, может быть, не связанный с круглой кокеткой. У меня, например, на сегодняшний день я хочу связать жилет, а также хочу связать один кардиган очень крупной вязкой. Ну, очень, это в моем понимании, потому что я любитель вязать на спицах номер три. Так, это был третий процесс. Четвертый процесс. У меня шел шапка, шапку я связала, и вот к нему я буду вязать белый бактус молочный. И, наверное, буду снимать небольшой такой пятиминутный мастер-класс, как я люблю, по элементам вязания этого бактуса. Вот. Это будет четвертый процесс. Там ничего нет, поэтому даже пряжу я пока доставать не буду. Если выпадет, достану, покажу. И пятый процесс. Это книга. Так, книгу я не взяла с собой. Сейчас я вернусь. Первую часть этой книги я уже дочитала. Эта книжка называется «Источник» автор Айн Рейнд. Ну, меня захватила первая часть, поэтому вторая часть, она тоже пойдет. Но при всем при этом здесь я могу немножечко хитрить. Здесь я могу не просто читать в бумажном варианте, да, что у меня получается не всегда. И может затянуться, например, трехчасовое чтение, может затянуться на царь дней, ну, в силу обстоятельств. Или же я буду слушать аудиокнигу. Но здесь я буду ориентироваться на то, что одну страницу я читаю условно две минуты. То есть я посчитаю количество страниц, пойму, до какого момента я обязана дочитать. Если интересно, я, конечно же, не буду останавливаться, я буду продолжать чтение, да, ну, независимо от того, сколько часов мне выпало. Иногда так бывает. С любым процессом можно сделать то же самое. Ну, к примеру, носки, да, там осталось связать мысок. Но неужели же мы оставим этот мысок недовязанным, да, буквально вот. Конечно же, я, может быть, в видеоролике покажу, что вот в течение, там, часа-двух я вот отвязала носок, но не довязала вот столько. Но тут же сяду и его довяжу. Потому что, ну, это не дело оставлять носочек, там, я не знаю, нацать-цать дней. Когда же он еще раз выпадет, да. Поэтому, конечно же, ориентируемся плюс-минус. Ну, вот так. И как раз-таки вот шестой процесс – это носки. Ну, носки – это, конечно, если вы не впервые на моем канале, то вы знаете, что носки для меня – это не просто носочки, связанные из носочного состава, да. Хотя я прикупила себе пряжу, водопад. У меня есть теперь пряжа носочного состава и носочного метража. Но в первую очередь для меня это дачные, удачные… Ой, крем упал. Дачные, удачные носки из различных остатков пряжи. Я очень люблю, конечно, вот это вот все. Сочетать несочетаемое. Придумывать то, что, ну, как бы на поверхности не лежит. И получаются порой очень интересные, забавные носки. Они действительно, ну, большинство из этих носков дачные, потому что метраж такой достаточно толстый. И я дарю маме, мама с удовольствием носит. Ну, и не только маме, конечно же. Мне кажется, очень многие мои знакомые уже ходят в таких дачных, удачных носках. Вот. Носки я ношу круглогодично, поэтому могу вязать их круглогодично. Шесть процессов я определила вам, показала. В принципе, почти все, да. И теперь мы с вами должны перейти непосредственно к кубикам. И начнем первый процесс. И это будет первое ваше задание, которое вы должны будете выполнить в рамках этой игры. Итак, вот моя табличка. Я ее перерисовала себе в новый блокнотик. Будем ввести ее теперь здесь. Так, и что здесь? Кубики решают все. Давайте приступим к первому заданию, которое для всех. Вот у меня кубики. На этой неделе, значит, синий кубик будет определять процесс. Желтый кубик будет определять количество часов. Итак, давайте посмотрим, что же, что же, что же, что же они нам приготовили. Нам, потому что это задание и для вас. Итак, это будет третий процесс. И так как пятерку я теперь делю на пополам, да, два с половиной. Два с половиной часа должна я буду уделить третьему процессу. Третий процесс у меня вышивка. У вас может быть все, что угодно. Поэтому, так, третий процесс, два с половиной часа. Я буду писать вот так, потому что вдруг он выпадет еще раз, да. То есть, этот столбик у меня будет означать неделю. Два с половиной часа вышивки. Вышивку я вам показала, поэтому сейчас вновь доставать не буду. Думаю, что покажу вам ее, когда у меня пройдет как раз-таки эти два с половиной часа. Ну, все, дорогие мои, всем удачи. Хороших вам продвижений. Я тут подумала и решила, что брошу-ка я кубики еще раз. Потому что у нас вечереет очень-очень быстро. И боюсь, что вышивку вечером вам показывать как-то будет, ну, не совсем, наверное, красиво. И завтра я вам покажу сразу продвижение двух процессов, который... Второй сейчас тоже выберу. Так, давайте посмотрим. Синий кубик определяет процесс. А желтый кубик определяет количество часов. Оп! Значит, синий кубик. Процесс номер четыре. И буду я вязать два с половиной часа. Все правильно. Так, процесс номер четыре. У меня идет бактус. И буду я его продвигать на два с половиной часа. А сейчас я вам как раз и покажу, из какой пряжи я буду вязать этот процесс. Итак, у меня есть триматочка. Пряжа называется Газал Бэби Альпака. Мне дарила Юлечка. По ссылочке мне приходило шапку я уже связала. Не из такой пряжи, но тоже очень светлая. Я вам ее показывала. И вот в комплект я хочу связать себе бактус. Простой бактус. Я тут начинала уже вязать этот бактус. Но что-то пошло не так. Не так я хочу. Я хочу попробовать другой край. Здесь будет самый обычный простой лицевую гладью бактус. Но с интересными краями. Думаю, что попробую второй вариант еще. То есть, это я сейчас распущу. И буду пробовать вариант номер два. Думаю, что, конечно, после ВТО пряжа должна распрямиться по краям. Ну, может быть, еще и отпарю. Потому что это не плечевое изделие все-таки. И трех маточков мне должно вполне хватить. Буду начинать новый процесс. Тем интереснее получится этот влог. Ну, все. На этом все. Встретимся с вами уже завтра. И я вам покажу свои продвижения. Пролетело аж два дня. Не поверите. Вот так вот проходят как-то выходные. Не угадаешь, сколько ты сможешь уделить времени своему любимому делу. Так вот. Первый процесс, который мне выпал на кубиках. Это была вышивка и два с половиной часа. Надо было, конечно, наверное, сделать фотографию. Но я забыла. Поэтому, поверьте на слово, здесь вот этого фона просто не было. То есть, вот этот вот кусочек весь был вышит в течение двух с половиной часов. Кажется, что так мало. Но на самом деле здесь наберется крестиков 350-400. Наверное, в общей сложности. Вот. Я вышиваю очень медленно. Но на самом деле, знаете, когда ты не ставишь таймер, а отмеряешь время по какому-то видео, которое ты просматриваешь, да, то вот нет такой дикой спешки. Кстати, я здесь еще и порола неправильно ошиблась на один ряд. А когда ставишь таймер, ты как сумасшедшая вяжешь или там вышиваешь и пытаешься успеть. На самом деле, это никому не надо, да, вот лучше уж потихонечку получать удовольствие. Куда же спешить-то до оформления, еще все равно далеко. Вот. Это был первый процесс, который я продвигала. Сейчас покажу вам второй. Итак, второй процесс это бактус. Бактус будет связан от одного угла и потом уйдет на уменьшение. Вязать мне очень нравится из этой пряжи. Я уже показывала, да, газалбэби альпака. Вот прям одно удовольствие тактильное. Она как будто какая-то, ну, очень нежная. Не могу сказать, что присутствует дикая рядность. Нет, вяжу на спицах 3,5 Ади. И у меня, в принципе, все устраивает. Ну, конечно, пока все это закручивается. Да, плюс еще леска здесь такая. Ну, вот. Ну, я долго-долго определялась и пыталась вот вывести какой-нибудь такой интересный ажурный край. Вот на этом крае я все-таки остановилась и думаю, что буду снимать небольшую зарисовку по типу обзорного мастер-класса. Ну, посмотрим. На самом деле, ничего сложного здесь нет. Это обычная косынка. Ну, бактус-косынка, да. Но мне хотелось что-то, вот какой-то такой декоративный элемент. И вот я его добавила и связала энное количество сантиметров. У меня есть 3 мотка. Значит, мне надо полтора мотка извязать и потом идти уже в обратном направлении. Ну, сейчас полотно будет расти. Конечно же, оно будет медленным, таким не динамичным продвижением. Но, тем не менее, в рамках вот этого влога недельного я все-таки начала этот процесс. И это прекрасно, потому что начинать новые процессы для меня намного сложнее, чем, например, завершать. Я знаю, девочки есть, те, кто, ну, к примеру, не любит там прятать кончики, зашивать пуговицы, для них это целая проблема. То есть, изделие они вяжут очень быстро, начинают быстро, а заканчивают очень долго и медленно. Бывает через несколько месяцев. У меня с этим проблем нет, у меня есть проблема начать. Ну, наверное, просто потому, что я не очень люблю расчеты, да, не люблю считать. Поэтому мне всегда любое психологически сложно начать изделие, в общем и целом. Поэтому, когда у меня есть настроение, мне надо просто начинать несколько процессов. Но у меня такое бывает редко. Теперь давайте мы с вами бросим кубики. По-прежнему синий кубик у нас отвечает за процесс желтый, за количество часов. Давайте выберем процесс. Наверное, тоже два процесса мы сейчас с вами выберем, потому что я не знаю, как сложатся обстоятельства. Так, пятый процесс и три часа. Давайте посмотрим, что у меня идет под номером пять. Под номером пять у меня идет книга. И мне нужно будет уделить три часа. На самом деле, я вчера даже почитала немножко книгу. Это было, ну, наверное, около получаса перед сном. Поэтому книгу я могу совмещать, да, с другими процессами, в силу того, что я могу слушать аудиокнигу и потихонечку набрать нужное количество часов. Так, давайте еще раз бросим кубик для того, чтобы определиться с процессом. Если вдруг я буду слушать аудиокнигу все-таки. Так, второй процесс и два часа. И это будет круглая кокетка. Два часа, второй процесс. Сейчас я вам его покажу. Для начала давайте определимся с книгой. Вот она книга. У меня страница номер сорок. Значит, за три часа мне нужно будет сориентироваться, заориентироваться, сколько я ориентировочно читаю, да. Получается, если две минуты на одну страницу. Вот и буду считать. Так, теперь покажу вам круглую кокетку. Но так как это всего лишь два часа, я думаю, что я брошу кубики еще раз. Потому что если до вечера я не успею, будет темно снимать. Ох, вот как. И это будут носки. И это будет три с половиной часа вязания носков. Вот, прекрасно. Так, хватит бросать кубики. Хоть мне это и очень нравится. Это прям какая-то игра-игра. Так, теперь я буду вам показывать эти процессы. Первый процесс, который мне выпал, это кокетка. И здесь у меня отвязан часть рукава. Я примеряла и поняла, что трех раппортов высоты узора маловато. Ну, вот здесь всего три, да, раппорта. Но их маловато. То есть мне нужно сейчас отвязать еще четвертый. И определиться мне нужно будет, как я буду завершать. То есть таким же, наверное, руликом, валиком. Я не хочу стягивать этот рукав. Мне хочется, чтобы он был вот той ширины, которой он есть. Буду пробовать, буду рассматривать разные варианты. И думаю, что, ну, тех двух часов, которые мне определила, определил рандом, мне должно хватить для того, чтобы завершить один рукав. Ну, посмотрим, если не без перевязов. Мне бы, конечно, не хотелось бы здесь перевязов, потому что здесь и без того я вяжу в три сложения каждую из этих нитей. Так, а теперь я вам покажу еще раз свои носочки. Там ничего не продвинулось. Как они у меня были, так они и есть. Меня уже просили заснять мастер-класс небольшой или поделиться схемой этого узора. Видимо, кому-то мои дырчатые носочки понравились. Так, здесь я вывернула пятку. Я думаю, что за три с половиной часа я не только завершу этот носок, но, может быть, начну еще один, а, может быть, я буду включать сюда все. То есть, сейчас я, наверное, засниму мастер-класс по этому узору или просто схему перерисую и в инстаграм размещу. Я еще подумаю. То есть, я буду включать весь процесс. Но думаю, что все равно мне еще останется времени для того, чтобы начать новую пару носков. Три с половиной часа это все-таки много. Мне около часу с копейками понадобится для того, чтобы связать, довязать весь носок. Может, часа полтора может быть от силы. Поэтому еще полтора часа у меня останется. Вот такие интересные процессы мне выпали. Мне все очень нравится. Я пойду творить, читать, искать аудиокнигу на всякий случай. Вот. И определяться, сколько мне по времени необходимо прочитать страниц. Все. До нового включения. Мой рабочий день еще не закончился. И на самом деле, из отведенных мне часов остался еще один час вязания. Я обязательно продолжу. Но я решила подключиться, потому что световой день, к сожалению, не резиновый. У нас сегодня замечательная солнечная погода. Но я думаю, тем не менее, буквально через часик уже начнет темнеть. И мне будет не совсем красиво показывать вам в кадре то, что я успела связать. Итак, давайте вспомним. По крайней мере, я вспомню. Ну, потому что, ну, у вас-то прошло секундочка, а у меня-то прошли сутки, что нам отвели кубики мне, да. Это была кокетка 2 часа. И сейчас я вам покажу результат. Так, значит, я довязала рукав. Примерила. Вроде как все хорошо. Я пока кончики особо не прятала. Ну, то есть, не обстригала, да. Я, конечно же, здесь буду потом смотреть еще немножечко, вот, подправлю некоторые нюансы. В общем и целом, что здесь? Здесь я довязала раппорт узора. Несколько убавила петель. На 4 петли сделала меньше. И, собственно говоря, закрыла таким же образом, как и низ изделия. Что мне не совсем, наверное, не то, чтобы даже нравится. Я понимала, что так оно и будет, да. Просто потому, что раппорт узора составлял, по-моему, 12 петель. В общем и целом, у меня здесь 84 петли, которые как раз-таки совпали вот с этим раппортом. С одной стороны, можно подумать, что я даже не меняла номер спиц. Но на самом деле, это не так. Номер спиц здесь больше. И вот я вам хочу показать, насколько стягивает полотно. То есть, с условием того, что я этот джемпер вяжу без расчетов. Если бы я, конечно, предварительно сделала расчеты, продумала бы этот момент, то наверняка я бы лучше сделала на 4 петли хотя бы ширину рукава меньше изначально. А потом бы эти 4 петли прибавила для количества, для этого раппорта. То есть, если вы когда-либо будете планировать вязание аналогичного рода изделий, когда у вас в конце, в рукаве, да, или, может быть, в середине вставки, я не знаю, как вы будете планировать свой жаккард, вы обязательно планируете, что жаккард должен быть, ну, нацать петель, лучше, конечно, связать образец, он должен быть больше, чем основное полотно. Здесь я вязала на спицах 3,5, жаккард я вязала на спицах 4,5. Все равно этого недостаточно. Видите, он стягивает. Как бы рыхло я его не вязала. Понятно, что после стирки он себя поведет по-другому, будет смотреться намного лучше, чем сейчас. Но даже сейчас он читаемый. Ну, вот такой вот опыт. Это смотрится не хорошо и не плохо. Это смотрится вот так, как есть. Я вам потом, конечно же, на себе покажу это изделие, когда оно будет готово и отстирано. Посмотрим, что из этого всего получится. Но на сегодняшний момент к низу рукав у меня стянут. Как будто так и надо. А вот эта вот часть, несмотря на то, что я убавила количество петель, она все равно немножко фолдит. Ну, вот как-то так. Будем думать, что это дизайнерская задумка. По крайней мере, пока. И я успела начать. Еще один рукав. Но здесь я отвязала буквально, ну, совсем тут парочку рядов. И это не считается. Но зато уже есть. Есть что показать, да? Так, это первое продвижение. Второе продвижение. Я говорила о том, что я буду слушать аудиокнигу. Не сложилось слушать аудиокнигу. Ребенок дома. И это, ну, вообще невозможно. То есть, когда я слушаю аудиокнигу, меня вообще никто не должен отвлекаться. То есть, я должна настолько расслабиться, чтобы не думать о своих мыслях, а погрузиться именно в мысли автора, да? И в голос, так скажем, привыкнуть к голосу чтеца. Но этого не сложилось. Но зато я почитала сама. С превеликим удовольствием. Полистала живую книгу. Полистала странички. И, в общем и целом, я уделила этой книге нужное количество часов. А это было 3 часа. Ну, может быть, чуть-чуть не дочитала. Но там глава уже закончилась. Вот. И поэтому прям вот взахлеб, на самом деле, идет. Мне так интересно. Ну, я очень сопереживаю, конечно, людям, да? Как они... Как хочется верить в сказку. Как хочется верить в то, что, ну, вот, знаете, в жизни так должно быть, что любящие люди не должны расставаться, не должны ругаться, да? Не должны... Так хочется, чтобы было как в книжках про любовь. Но вот в этой книге не как в книжке про любовь, а как, наверное, в жизни, как люди борются, как сталкиваются разные интересы даже между мужчиной и женщиной. Все очень сложно на самом деле. И чаще всего мы пытаемся упростить нашу жизнь. Но это не всегда получается. Здесь же прям вот описаны какие-то такие чувства, эмоции. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, как объяснить. Взахлеб читаю. Я не скажу, что это прям какая-то философия или очень сильная книга в плане эмоциональном, да? Нет, она достаточно простая, но в ней, если копнуть поглубже, посмотреть поглубже на личности героев, мне кажется, это уже сформировавшиеся личности, когда ты задумываешься, да, о, не знаю, о бытии своем, что ли. Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, в общем и целом, если поглубже, если не поверхностно читать, как роман, а читать поглубже с философской точки зрения, то, ну, мне интересно. Не знаю, как кому, но мне интересно. Хотя я читала и противоположные рецензии, но пока на сегодняшний день я с ними не согласна. Далее у меня выпало 3,5 часа вязания носков. И вот здесь я как раз не довязала 1 час, но зато я сняла небольшой мастер-класс по вязанию этого узора, потому что ко мне поступило несколько заявок по поводу того, разместите ли вы схему, как вязать. И я поняла, что если я просто размещу схему этого узора, то будет непонятно, потому что вязание вот этой вот дырочки, этого ажура, оно особенное. Может быть, я его вязала не по рисунку, вернее, неправильно по рисунку, но так, как я вязала, так вам и показала. Думаю, что к тому моменту, когда выйдет этот видеоролик, мастер-класс по вязанию именно этого узора уже будет на моем канале. В общем и целом, довязала я носки. Я не знаю даже, сколько они весят. Я даже не записала еще готовый результат. Но вдруг поймала себя на мысли, что это готовая работа, первая готовая работа 2021 года. Это аплодисменты. Так, и значит, у меня есть первая готовая работа. Я примеряла эти носочки, вставлю здесь вам фотографии, просто для того, чтобы вы тоже посмотрели, понаслаждались вместе со мной. Мне они очень понравились. Пряжа очень понравилась. Но, к сожалению, у Валюши не вспомнила, что это за пряжа. Вообще никак. Но пряжа тактильная, вот знаете, но нейм. Я думаю, что это моточная пряжа. Я предположу, конечно, что это либо нако, либо газал. Я очень удивлюсь, если это Ализе. Ну, не знаю. У них немножко другая скрутка. Вот. Я бы сказала, что это все-таки нако. Какая-нибудь там полушерсть. Ну, вот по моим тактильным ощущениям. Но не факт, конечно. Я могу и ошибаться. Ну, вот знаете, в этом, наверное, и весь интерес был в вязании этих носков. Потому что ты не вяжешь с точки зрения Ох, это Итальяно Нео. А ты вяжешь, потому что ты не знаешь, из чего ты вяжешь. Ну, по ощущениям не акрил. Но по ощущениям есть ненатуральный состав. Вот. И все. Все, что я могу сказать по поводу состава этих носков. Вот. Определила метраж, конечно же, тоже на глаз. Все очень интересно. Это мои дачные, удачные носки. Они готовы. Это супер. Так. Но помимо этого, я, конечно, начала еще одну пару носков. Сейчас я вам буду показывать, что же это. Из чего пока я это все вяжу. Так. Так. Вот. Из такого добра я пока вяжу. Мне показалось просто как-то кощунственную выбрасывать вот эти ниточки, остатки. Пряжа достаточно толстая. И мне захотелось что-то куда-то ее тоже применить, прежде чем я выброшу уже хвостики, остатки. Потому что куда же их девать, если не в носки. А там уже настолько остатки, остатки, что даже для пяток мне наверняка не хватит, мне кажется. Поэтому я решила здесь сделать вот такой полосатик. Здесь у меня идет меланж. Из этой пряжи, из остатков я уже вязала. Здесь как раз мне еще вот на один манжет. Сейчас еще, наверное, свяжу пару рядов резинки. Еще на один манжет. И тоже уже остатки можно будет ликвидировать. Пряжа уже отдала все, что могла отдать. Вот. Здесь тоже неизвестная пряжа. Она уже была вот так вот смотана. И здесь какая-то пушистая пряжа. Но, исходя из крутки, я бы сказала, конечно, что это моточная пряжа. И, скорее всего, тоже турецкая. Вот. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться. Я не знаток особо во всех артикулах, конечно же. Вот. И вяжу достаточно широкие носки. Потому что это будет очень длинное голенище. Это будут дачные носки. И каково будет сочетание дальнейшее, я пока не знаю. Потому что, ну, понятно, что ни этой, ни этой пряжи мне на полноценные носочки не хватит. Хотя вот эту, наверное, я все-таки пущу по всему носку. Но посмотрим. В общем, у меня еще здесь остался час работы. И мы сейчас с вами просим кубики для того, чтобы определить, что же я буду делать дальше. После того, как мне удастся завершить это задание кубиками. И так. Наверное, я тоже кубики буду бросать дважды. Потому что, ну, неизвестно, когда я в следующий раз подключусь. Будет ли у меня свободная, спокойная минутка. И давайте не будем тянуть. И хоп. Ого. И снова носки. И снова три с половиной часа. Но мне кажется, здесь просто-напросто, я не знаю, читают мои мысли по поводу того, что я любитель, конечно же, вязать носки. Но думаю, что за это время можно полноценно связать целую пару. Так. Не могу найти ручку, которую я писала. Ну, ладно. Будем писать другой ручкой. Пробовать, по крайней мере. Три с половиной часа нам определили кубики на вязание носков. То есть, в общей сложности у меня четыре с половиной часа. Можно было бы, наверное, на этом и остановиться, собственно, да. Но, как я и говорила, я не знаю, когда в следующий раз мне удастся подключиться и показать промежуточный результат. Ну, что, давайте кубики что-нибудь другое, да. Но не носки же. Если носки, буду бросать еще раз. Потому что три раза подряд это, конечно, очень жестоко. Так. Первый процесс и три с половиной часа. А первый процесс это свитер мужу. Вот, смотрите, какая интересная первая неделя получается, да. Все процессы задействованы. И это просто вот, ну, волшебство какое-то. Такого не бывает обычно. Но в этот раз как-то так. Пишем три с половиной часа. Я думаю, этого времени мне на двое суток точно хватит. И мы с вами уже увидимся попозже. Но предварительно я сейчас покажу вам, на какой стадии находится этот свитер. Так. Здесь прикреплен результат работы за час с прошлого влога. Я тихонечко сниму маркирочек. И снова повешу его на новую петельку. Так. Вот он будет наш маркирочек. Который будет означать, на какой стадии я сейчас нахожусь. Ну, то есть я вяжу, в принципе, полотно по кругу. Ничего не меняется. И уже говорила о том, что буду вывязывать вот эти два моточка. Если получится вязать больше, то я, конечно, уже буду вязать не вниз. А, ну, полотно не вниз буду вывязывать, а уже оформлять крыловину. Может быть, рукава. Там сколько получится? Три с половиной часа. Это только кажется, что очень много. Но смотрите, этот влог такой интересный, замечательный, увлекательный. И такой обширный. Только потому, что, конечно же, у нас выходные. Выходные, получается, новогодние, рождественские выходные. Только поэтому. Но мне очень нравится этот результат. Огромная проделанная работа. Но еще не все. Я думаю, что мы с вами, может быть, даже успеем еще раз бросить кубики. Но давайте не будем загадывать. Я пошла вязать. Ой. И встретимся с вами совсем скоро. Хочу показать вам продвижение одного дня. На самом деле, конечно, у меня все задания кубика еще не выполнены. И думаю, что я их как раз-таки выполню к концу этого влога. И буду уже закругляться. Потому что сегодня у меня четверг. Завтра пятница. Ну и, собственно говоря, последний день, когда я играю в рамках этой игры. Чтобы в субботу выпустить видеоролик. Итак, продвижение вчерашнего дня. Что же мне удалось сделать? Может показаться. Что я схалтурила. Типа у меня уже был готовый носок. А я сделала вид, что его не было. Но на самом деле это не так. В общем и целом, смотрите. Я, значит, связала второе. Начало второго носка. Ну и довязала один носочек. Посмотрите, какой он у меня получился. Длинный, длинный. Я здесь обозначала маркерами места, где дополнительные убавки делала. Вот. И он у меня такой гламурный дачный носок. Потому что здесь в составе есть люрекс. Это, конечно, моточная пряжа. Эта пряжа приходила мне, опять же, от Валентины. Я сочиняю свои собственные миксы. Довязываю пряжу, которая там есть. Ну, как довязываю. Из того, что мне хочется сейчас связать. Мне просто мама заказывала носочки, ну, более длинные, да. Типа геттеры, гольфы. Вот. И здесь получилось достаточно длинное... Как это называется? Начало-то, да. Вот. И первый носочек готов. Начала вязать второй. Что я еще делала? Я еще разъединяла пряжу. То есть, достаточно, ведь количество большое было времени отведено на этот процесс. Но у Вали был сделан собственный ее микс из нескольких вариантов. И здесь была еще одна дополнительная ниточка. Я ее просто разъединила для того, чтобы у меня получился тот же метраж. Я вывязываю вот эту тоненькую нить. Она более пушистая. И за счет этого носочки получаются тепленькие-тепленькие. И метраж достаточно толстый. Такие прям дачные-удачные носки. Вот. Буду вязать потихонечку. Ну, уже в рамках, наверное, другой игры, может быть. На самом деле, я вчера от них так подустала под конец уже, что скорость вязания, мне кажется, у меня упала в разы, когда я уже довязывала эту манжету. Просто-напросто досматривала фильм и решила, что да, уж, вывяжу я все часы отведенные. И приступлю к новому процессу. В новом процессе по вязанию свитера мужу я продвинулась, но незначительно. На полчаса у меня поэтому еще три часа впереди. Поэтому закругляюсь, пойду довяжу, покажу вам, и мы там уже будем с вами на недельку прощаться. Вот и пришла пора подвести итоги уходящей недели. Можно было бы, наверное, конечно, бросить кубики еще раз. Я бы наверняка успела, но я на самом деле немножко подустала. Неделя была такая насыщенная. Ну, и как я уже говорила, в силу того, что мы отдыхали. Вот, и что у меня получилось связать за три с половиной часа. Это такой большой кусок рабочего времени. И, в принципе, я очень довольна результатом. Я на самом деле хотела перейти уже и на оформление горловины, но все дело в том, что подустала я под конец вечера. И, думаю, совершу кучу ошибок. Лучше уж я немножечко повяжу. На самом деле там у меня оставался буквально час. А это значит, я связала сантиметра полтора. Вот, в следующий раз займусь, наверное, оформлением горловины. Здесь я решила вязать с двух концов. Взяла один вобик, начала вязать и, собственно, отвязала. Единственное, что я заметила, что когда изделие лежит долго, больше там нескольких дней, да, не провязанным, не единым рядом, появляется вот такая вот небольшая полоса. Но, думаю, потом после ВТО она все-таки справится. Ну, вот так вот случилось. Ничего страшного. Будем надеяться на лучший, на лучший результат. Подводя итоги этой недели, хочу сказать, что я очень довольна. От вас же мне бы хотелось получить, конечно, обратной реакции, в плане того, нравится вам такого формата видеоролики или нет. Блогеров, мне хотелось бы услышать, будут ли они снимать подобного рода формат. Ну и в целом пожелать вам творческих успехов. А мы же с вами увидимся в следующих видеороликах. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok